Дмитрий Снегирев с нами на связи, военно-политический аналитик. Дмитрий, здравствуйте. Рада вам, как всегда, в эфире Freedom. Доброе утро. Доброе утро. С точки зрения отношений между Украиной и странами Западом, что значит появление истребителей F-16 в украинском небе? Как считаете? Ну, во-первых, давайте говорить о том, что передача F-16 прошла четко по временным рамкам, обозначенным нашими западными партнерами. Была четкие политические и военные гарантии о том, что Украина получит F-16 к концу лета 2024 года. И, как видим, практика действий наших стратегических партнеров не разошлась, соответственно, и с политическими заявлениями. Это первый момент. Второй момент. Передача F-16, они оснащены современной техникой и, соответственно, позволяют значительно улучшить возможности воздушных сил Украины. Свидетельствует о том, что военно-техническое сотрудничество Украины со странами НАТО не стало на паузу, как того ожидали в России, а, соответственно, развивается и приобретает новые формы. И третий, основной момент. Передача F-16 это свидетельство того, что Украина отказывается от советского прошлого в моменте использования, соответственно, еще советской разработки МИГов-СУ и переходит на самолеты стандарта НАТО. Я отмечу F-16 с ключевым звеном в системе противовоздушной и противоракетной обороны стран НАТО. И поэтому не случайно передача данных самолетов будет свидетельствовать о дальнейшей унификации системы вооружения и сил обороны Украины со странами НАТО. А это серьезно не только политический и, соответственно, военный шаг со стороны нашей страны и наших стратегических партнеров. Дмитрий, я вот подробнее о вот этих последствиях отхода от советских стандартов. Ведь я так понимаю, что самолеты это еще и развитие в том числе и уровня пилотов, и уровня технических работников, а также модернизация инфраструктуры. Это огромный комплексный подход к изменениям в воздушных силах в том числе. Да, в первую очередь. И давайте говорить о том, что это, еще раз подчеркну, позволяет украинской стороне фактически нивелировать зависимости от Российской Федерации в моменте поставки запасных частей и, соответственно, возможности переоснащения воздушных сил современными видами летных техники. Следует отметить тот факт, что модернизация инфраструктуры украинских аэродромов, это, соответственно, а, колоссальные материально-технические вложения, и, б, это усовершенствование их структуры согласно стандартам НАТО. Второй вопрос. Это вы уже коснулись момента их технической эксплуатации. Для технического обслуживания F-16 необходимо от 10 до 15 техников. Это, соответственно, серьезнейший прорыв в моменте, опять-таки, подготовки технических кадров воздушных сил Украины. То есть речь идет о том, что 1500 подготовленных специалистов будут обслуживать уже, соответственно, самолеты страной-производителя, которой есть не Россия, а Соединенные Штаты. Ну и главное, что мы должны понимать, это возможности сил ПВО в моменте предотвращения ракетного террора со стороны Российской Федерации. Те F-16, которые переданы украинской стороной, они позволят существенно усилить позиции силы обороны Украины в моменте отражения воздушных атак Российской Федерации, в первую очередь, по жилым районам украинских городов. Российские оккупанты, те пропагандисты, в том числе, говорят о том, что количество, которое передали Украине, хотя нет официального заявления, какое именно количество находится сейчас в 16-х на территории Украины. Вот эти единицы, они в целом не смогут изменить ситуацию на поле боя и в 16-е довольно долго не смогут показать себя вот во всей красе, скажем так. Как вы видите эту ситуацию? Ну, давайте слегка разочаруем российских пропагандистов. Речь идет о том, что да, на данный момент подтверждена передача порядка 10 бортов. До 2025 года нам должны передать еще, соответственно, порядка 70 бортов. Данное количество достаточно для прикрытия воздушного пространства Украины. Я напомню, президент Украины заявлял о том, что для нужд воздушных сил Украины необходимо 128 бортов АЭС-16. Но даже та нервная реакция со стороны Кремля на передачу, как они говорят, незначительного количества самолетов свидетельствует о том, что они прекрасно понимают, чем они имеют дело. Речь идет о том, что, несмотря, опять-таки, на информационную кампанию, развернутую и в российских, и, к сожалению, в украинских, если не по поводу того, что F-16 будет передаваться, соответственно, в старающую комплектацию, На данный момент речь идет о том, что F-16 оснащены, соответственно, цифровой станцией РЭП, которая позволяет фактически сводить на нет усилия РЛС самолетов ВКС Российской Федерации, в первую очередь, ленитно-ракетных комплексов. Чему я веду? Дело в том, что F-16 смогут более эффективно использовать, соответственно, крылатые ракеты воздушного базирования «Штормшедл» и «Скальп», которые уже переданы нашим стратегическим партнерам. А, соответственно, под ударом, а именно точечными ударами украинской стороны, окажутся командно-штабные пункты, склады с БК, аэродромы противника и, соответственно, пункты постоянной и временной дислокации на оккупированных территориях Украины. Пока на оккупированных, потому что на данный момент Украина ведет переговоры о передаче более современных средств поражения, которые позволят использовать F-16. Речь идет, соответственно, о крылатых ракетах с дальностью поражения до 900 километров. И поэтому я не исключаю возможности дальнейшего применения F-16 в моменте противостояния ВКС Российской Федерации, в том числе и в небе над самой Российской Федерацией. Ракеты воздух-воздух, которыми оснащены F-16, имеют возможность поражать воздушные цели, а речь идет о самолетах ВКС Российской Федерации, на расстоянии порядка 160 километров. Вот поэтому такая нервная реакция со стороны официального Кремля. Ну, а с другой стороны тоже, если посмотреть на то, как шел процесс передачи этих истребителей, то мы сейчас видим преодоление, ну, давайте вот так вот, да, называть вещи своими именами, некая, возможно, даже психологическая преграда, теперь уже F-16 в украинском небе. Какие-то, скажем так, возможности для наших партнеров открывает в поставке тех или иных вооружений в дальнейшем? Давайте говорить о том, что, во-первых, пройден так называемый политический рубикон, то есть те красные линии Кремля, которые так, скажем так, яскраво, они чертили на политической карте мира, они фактически остались не более чем хотелками самого официального Кремля. Никто уже не обращает внимания на соответственно воинственные заявления Кремля по поводу эскалации напряженности. Вот это основное, что мы должны понимать. Это политическая и военная победа. В первую очередь украинской стороны. Мы сделали колоссальное усилие для того, чтобы переубедить страны Запада в моменте переоснащения Украины современными самолетами. Это основная победа и основное достижение. Что касается дальнейшего практического использования F-16, я еще раз подчеркиваю, речь идет о противостоянии непосредственно на определенных тактических участках, в том числе я не исключаю на линии фронта. А это даст возможность значительно снизить использование ВКС Российской Федерации фабовых кабов для удара по позициям вооруженных сил Украины. И главное, о чем мы должны понимать. F-16 это не только элемент защиты, но и соответственно элемент нападения. То есть речь идет о том, что даже тем количеством F-16, речь идет о 78 бортах, которые должны передать украинской стороне, мы сможем кардинально изменить ситуацию на украинском прикордоне, то есть условной российско-украинской границе. Я не удивлюсь, если соответственно будет принято решение о возможности сбития бортов ВКС Российской Федерации непосредственно в небе над самой Россией. Интересно, что в студиях российских пропагандистов у Артема Шейнина на первом канале российском уже говорят о том, что F-16 прибыли в Украину с ядерным оружием. И такие обвесы на F-16, я так понимаю, планируются. Тут в целом о том, какие возможности для Украины открывает F-16 не в контексте боевых действий, а в контексте следующих вот этих Вундерваффе, да, как ее, в принципе, видят истребители американского производства для сил обороны Украины. Какой следующий этап, по вашему мнению, может быть? До этого был Патриот, до этого было Хаймарс, до этого еще ряд номенкатуры вооружения, сейчас F-16, а дальше? Ну, давайте я не забивать наперед, я не исключаю возможности предоставления Украины средств поражения с радиусом более 300 километров. Поэтому, еще раз обращаю внимание, украинская страна уже официально заявила о том, что ведутся переговоры о возможности предоставления соответственно средств поражения с дальностью до 900 километров. И основной момент, еще на что не обращают внимания. Дело в том, что при передаче F-16, ну, скажем так, я обратил внимание на весьма интересный факт. Под крыльями два стандартных дополнительных топливных бака на 370 галлонов. Это 1560 литров. А это свидетельствует о том, что театр боевых действий с применением F-16, еще раз подчеркну, и география их применения, изначально рассчитывается не только в воздушном пространстве Украины. По поводу ядерных истерик со стороны Российской Федерации, их заявления в студии, это яркое свидетельство того, что и, соответственно, те ядерные учения, их третий этап, которые проводили Российская Федерация, с целью не допустить передачи F-16, и воинственные заявления Пескова и Путина не возымели действия, соответственно, на военно-политическое руководство стран Запада. Еще раз подчеркну, все политические и военные обязательства, которые были даны украинской стороны, они выполнены именно в срок и в том объеме, в котором оговаривалось изначально. Ну, а если посмотреть на теперь вопрос приоритетности, очень много мы говорили о том, что так или иначе, но в том числе благодаря преимуществу авиации у армии оккупантов получаются те или иные успехи, в том числе на Восточном плацдарме, как может сейчас изменить ситуацию поступления этих истребителей F-16, изменит ли? Ну, давайте дождемся того количества F-16, которое позволит говорить о том, что они смогут противостоять, соответственно, ВКС Российской Федерации. По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, на данный момент ВКС России использует порядка 300-350 самолетов, поэтому, соответственно, передача 10F-16 не сможет даже в арифметической прогрессии, в том количестве, активно противодействовать тому количеству самолетов, которые использует страна оккупантов. Если будет речь идти о передаче, соответственно, более 100 самолетов, о чем настаивает украинская сторона, то возможности ВКС Российской Федерации в моменте использования своей авиации, речь идет о штурмовой авиации, фронтовой и армейской, для создания предпосылок в моменте продвижения сухопутных войск, она будет значительно уменьшена. Не то, что значительно, она сократится до минимума. Еще раз подчеркиваю, F-16, которые переданы, они оснащены новейшими системами этой новейшей авионикой и радары последнего поколения, ну и, соответственно, средства поражения. Ракеты, которые не позволят российским бортам выходить на точку пуска. Еще раз подчеркну, F-16 позволят держать ВКС Российской Федерации на расстоянии порядка 160 километров. Пуски ФАБов осуществляются с дистанцией 40-60 километров. Поэтому, если будут в дальнейшем те же темпы передачи F-16 и, соответственно, сроки их передачи, это существенно изменит ситуацию на линии фронта. Ну и главное, я еще раз подчеркну, о чем мы должны понимать. Под ударами F-16 окажутся основные логистические объекты Российской Федерации. В первую очередь, Крымский мост. Не случайно заявление руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Буданова о том, что в приоритете украинской стороны остается именно Крымский мост. И передача F-16 очень яркое тому подтверждение. Это фактически продолжение тех тезисов, которые озвучил Буданов. Дмитрий, спасибо вам огромное за анализ. Всегда вам рады в нашем эфире. Напомню, что Дмитрий Снегирев, военно-политический аналитик, был на связи со студией Freedom. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова